Вечером тяжелого, жаркого, летнего дня, так приятно провести время в приятной компании вместе с директором винного магазина Вайн Стрит, модным харьковским сомелье Виталием Чипыгиным, за бокалом другим Розе. Вот такая достаточно узкая специализация всевозможных наших торговых заведений, она еще от нашего прошлого недавнего, потому что часто мы сталкивались, например, в той же Италии, когда ты заходишь в магазин, а там вдруг выясняется, что там еще и еду готовят. Расскажи мне про Вайн Стрит, как ты его видел? Это же твой замысел был изначально, да? Да, когда мы зашли первый раз, помню, в 2018 году, во внутрь этого помещения, вот та веранда, на которой мы стоим, ее не было. Было просто помещение с потолками, 6 метров высота потолков, и я думал, как же использовать это пространство правильно, ну и давно у меня была мечта создать такой проект, чтобы первый этаж был винный магазин, а второй этаж ресторан. Ну, увы, полноценный ресторан, ну как бы нет кухни, но есть закуски, есть гастробар, есть гастробар, который мы развиваем, мы будем все более и более развивать. Вот, в ближайшее время устрицы появятся. Фишка в том, концепции данной, что придя, можно приобрести вино, можно забрать его домой, можно взять его с собой наверх, отдать бармену, бармен подаст, продеконтирует, если необходимо, вино, в правильных бокалах, при правильной температуре подаст, и можно взять необходимые там сыры, которые понравятся в наших холодильных горбках, на первом этаже. И вот сыры, колбасы, хамон отдать профессионалу, он все это подаст. А у нас открывается новая рубрика «Винные лайфхаки», и мы взяли Виталия как эксперта и хотим у него узнать, вот какое вино лучше подбирать парню для девушки на первое свидание? На первое свидание, ну, конечно, я думаю, что-то легкое, но пьянящее, потому что первое свидание всегда это самая важная встреча, наверное, и то, что запоминается на всю жизнь, тем более, если первое свидание заканчивается браком, вот, в последующем. Это благодаря вину, как правило. Всегда благодаря вину, на самом деле, вот, потому что, ну, вину позволяет проявить собеседника, как правило, в хорошем направлении, вот, и понять, что стоит ли с этим человеком выпить вторую бутылку вина или нет. Новая тенденция – это оранжевые вина. Оранжевые вина, о них особо никто не слышал. Сейчас только появляется мода на эти вина. Зародилась она в Грузии благодаря технологии производства вина методом квеври, когда огромные кувшины глиняные закапывают в землю. Глина специальная, она пористая, позволяет вину дышать. Вино не становится затхлым, оно не умирает. Дышит сквозь специальную вот эту вот глину. Только в Грузии, в определенных регионах, эта глина используется. И больше нигде такой нет. Соответственно, берут белые сорта винограда. Ну, процесс мацерации настаивает, о чем мы говорили. Вначале вот настаивается вино не просто на кожице, но еще добавляют гребни, веточки. И вот все настаивается длительное время при контролируемой температуре. Вино белое становится оранжевым в цвете, вот как сладкий. Вино золото, как наш логотип вот такого вот цвета оранжевого. Оранжевый, золотистый такой янтарный цвет. Я не могу про Грузию не спросить. Ну, во-первых, ходя в таком месте замечательном, Грузия это же одна из мировых винных столиц, скажем так, да? То есть мест паломничества, любителей алкоголя всякого интересного. Расскажи, какой у тебя опыт там был? Ну, смотри, это очень смешно. Мы прилетели в Тбилиси с женой, да, и... А там была ярмарка большая, арт-ярмарка, арт-фейр, да, мы там... Я был куратором украинского там павильончика, где мы выставляли украинскую фотографию. И свои фотографии я выставлял. Приезжаем в гостиницу, ну, и смотрим, ну, хорошая гостиница, там холодильник, все. И мы, я открываю холодильник, там стоит кувшин, литр вина. Вот этого оранжевого вина, которым говорил наш сам Илье сегодня. И я попробовал, я не пью вина, ты знаешь, но не пью так, как пьют нормальные люди, крайне редко. И я вот перестал пить воду, я в Грузии пил практически вино и чачи. Ну, чачи уже просто мне было интересно попробовать. И этот литр вина, вот он все время менялся, каждый, каждое утро у нас, вернее, каждый день уже после уборки горничной нам, значит, стоял новый, новый графин литр вина. Есть два направления. Можно, как магазин работает, как тротория, как тапаз-бар, можно сказать так, в Испании, да, вот очень популярные такие заведения, где не нужно заморачиваться о том, что много съесть, там, вот. Вот, просто хамон, просто сыр, прошут, оливки, то, что вот полезно для здоровья, для настроения. И при этом, когда ты сидишь и под тобой люди покупают, по сути, вино в магазине, это добавляет определенный антураж. Гость попадает в такой вот винный мир, который, в принципе, ну, не знаю, в Харькове таких концепций, в принципе, и нет, наверное. Ну, лучше Розе пьянящий, пленящий. Девушка, мне кажется, понятно, им какое вообще не принеси. Вот с мужчинами тяжелее. А мужчине какое принеси, чтобы все, чтобы он твой? Мужчине, чтобы, я думаю, лучше всего, наверное, крепкий алкоголь. Порекомендовать ему какой-то эксклюзивный алкоголь, который он никогда, может быть, в жизни не пробовал. И он запомнит не только первое свидание, он запомнит этот алкоголь, который будет ассоциироваться, потом уже там через 5-6 лет совместной жизни он будет еще вспоминать, а помнишь ли ты, мне порекомендовала вот этот текил, которая эксклюзивная, которая, в принципе, особо нигде ее попробовать, и тяжело очень, да, вот. И этот бар, он направлен на эксклюзив. Он направлен на эксклюзив, ассортимент мы постоянно будем расширять, для того, чтобы можно было попробовать 5-6 наименований виски, ну, того, которого нет нигде. Достаточно насыщенное вино. Это вино, которое делается вот в этих глиняных больших кувшинах. Я не помню, как по-грузински оно называется. И специальной глиной зарывается в землю. Вот и все. По технологии нам рассказал наш Сомелье. Но вино для меня, чем хорошо грузинское, это и французские вины, которые я пил во Франции, когда бываю там, тем, что они не, ну, наверное, там есть тоже сухие, очень кислые. Я не люблю кислых вин, я люблю сладкий, сладковатый, мягкий. Там вот это вино очень насыщенное. Юля, которая, жена моя, которая любит сухие вины, она его не пила. Она попробовала, для нее оно было крепким. Вино очень вкусное. Потом мы попали на винзавод, там было целое, ну, каждый день там были какие-то презентации на этой ярмарке художественной. И одна из презентаций была, мы приехали на винзавод. Это большой такой ресторанный там, в общем, и вот такие же, ну, 10 раз, может быть, колоссальные. Причем вина все, и до самых-самых примитивных, и даже украинские вина там есть. Вот, и там мы дегустировали грузинский вина, очень шикарная палитра, очень вкусная. Как по мне, вычурность такая, когда люди тратят кучу денег на золотую фольгу, которую они кладут на пищу, пьют напитки, которые стоят там тысячи и больше, да. А вообще, стоит ли оно того, какие ощущения испытывают люди, когда пробуют действительно дорогие напитки, и стоит ли хотя бы раз в жизни попробовать такой дорогой напиток к каждому? Безусловно, да. На контрасте, ну, дорогие вина стоит выбирать, придерживаться определенных справочников. Различные видные критики издания, как Роберт Пайркер, Вайт Спектатор, вот, Джеймс Саклинг. Это литература с амелье, ну, я всегда рекомендую эту литературу и гостям тоже приобретать, читать. И есть приложение Вивино. Есть книга классная, Вайн Фолли, тоже рекомендую всем ее приобрести, там она очень бюджетная. Там есть круги вкусов, круги ароматов, и на какой сорт, как раскрывается. Он вам дает напутствие в мир вина, и, в принципе, интересно вино пить, потому что вы постоянно в путешествии. И даже за один вечер можно быть по Аргентине, в Чили, в Новой Зеландии, в Южной Африке. И на самом деле... Не выходя из дома. Не выходя из дома. Можно путешествовать. Мне кажется, для мужчин это вообще идеальный вариант. Милая, я тебе купил путевку. Ты сегодня отправляешься в Париж. В Париж, да. Ты сегодня в Париже, ты сегодня, а потом поедем в Тоскану. Да, сегодня же. Я не могу про книгу потрясающую свою. Какая уже по счету книга выходит? Это четвертая книга, но в этом формате, то есть стихи плюс, не пугайтесь, стихи и фотографии, все это было сделано на мобильном. В телефоне, помнишь, мой Windows Phone. Я снимал и писал прямо это все, и обрабатывал все эти картинки, и макет делал. И это все сделано такой ежедневник, такой дневник, diary, да, сейчас модно, такой жанр, фотокниг. Называется «Метеопрогноз». Я надеюсь, что где-то в течение полугода мы сделаем большую презентацию в каком-то центре, тоже в галерее, наверное. Я обязательно приглашаю, мы почитаем стихи, в общем, я там буду читать. Такие замечательные стихи, такие брутальные, интеллектуальные и лирические одновременно, прекрасные стихи. Знаешь, какой мой любимый там. Да, я думал, все зависит от погоды, магнитных бурь и всякой там фигни. Но если Зинка вдруг зовет меня уродом, то значит у нее критические дни.